Пётр Павленский – самый известный в России современный художник-акционист. До того, как Пётр Павленский стал самой влиятельной фигурой в российском искусстве, он основал онлайн-журнал «Политическая пропаганда». Этот журнал был посвящен вопросам современного искусства в контексте политики. До того, как Пётр Павленский стал известен, он закончил художественно-промышленную академию имени Штыглица в Санкт-Петербурге. До того, как Пётр Павленский стал известен, он провёл международную несанкционированную выставку во внутреннем дворе Эрмитажа. До того, как художественные критики объявили Петра Павленского одним из самых значимых художников, он сотрудничал с Музеем политической истории в России, который находится в Санкт-Петербурге. Пётр Павленский стал одним из немногих современных художников, чьё имя на слуху даже у тех, кто никогда не интересовался искусством. Располагайтесь поудобнее, ведь сейчас я расскажу вам про Петра Павленского до того, как он стал известен. Предупреждаю, будет озвучено много терминов. Рекомендую посмотреть это видео как минимум дважды. А в описании к этому видео вы найдёте информацию о конкурсе, в котором я разыграю три книги Петра Павленского о русском акционизме. Переходи в описание, выполняя условия конкурса, и книга о русском акционизме может стать твоей. Удачи! Ну конечно, это же нереально. Пётр Павленский родился в 1984 году в Ленинграде. Он учился во второй школе, а после её окончания поступил в Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Штыглица, в класс монументальной живописи. Затем на четвёртом курсе дополнительно поступил на образовательную программу Фонда культуры и искусств про арты. Но уже в процессе обучения у Петра сформировалось собственное видение своего несистемного художественного будущего. По личным принципам, Петя решил бросить оба этих учебных заведения перед самым выпуском. Позже объяснив это тем, что в общей сложности он посвятил художественному образованию около 10 лет своей жизни. И это дало ему две важные вещи. Во-первых, совсем немного полезной информации. А во-вторых, показал ему механику ломки личности и уничтожения потенциала художника. Превращение художника в обслуживающий персонал для декоративной надстройки режима. Той надстройки, которая скрывает механику власти. Пётр понял, что все учебные заведения воспитывают художников-оформителей. Оформителей фондов, грантов, музеев, галерей и прочих приятных декораций для времяпрепровождения. И такой подход можно сравнить с проституцией. Подход, когда художники начинают мыслить категориями заказчика. Когда чем богаче заказчик, тем желание и тем более художники хотят его удовлетворить. И что самый богатый заказчик в этой системе – это, конечно же, государство. Ещё в ВУЗе Пётр увидел людей, которые могли бы сделать очень много интересного в мире искусства. Но их ломали, формируя коммерческое мышление и коммерческие ценности. Именно по этим соображениям Павленский принципиально не закончил учёбу. Уйдя с пятого курса и не получив диплом. Он говорил, что диплом – это фактически сертификат о соответствии такому стандарту. Ты подписываешься и соглашаешься с ним. Именно этот шаг и позволил Петру Павленскому сохранить свою индивидуальность и стать одним из самых известных современных художников в России. Ранние работы Павленского представляли собой фотографии и коллажи. Отход от них в сторону акционизма Петя считает определяющим моментом своего становления как художника. Для меня искусство и политическое, и как таковое – это работы в информативном поле с наборами кодов, а не производство предметов. Искусство – это работа со смыслами и с формой выражения этих смыслов. То, что я делал раньше, я делал с позиции художника, который находится в стороне, в комфортной для себя стороне, не берёт на себя ответственность и не помещает своё тело внутрь искусства, а говорит от некоего третьего лица. Когда я неожиданно для себя вышел к акционизму, я сам стал персонажем и телом, взяв на себя ответственность. Более двух лет Пётр Павленский вёл проект «Политпропаганда». Проект начинался как интернет-издание. Потом он перерос в бумажный журнал, а потом в целый издательский дом. Но в данный момент работу над этим проектом приостановили. Презентация второго выпуска бумажного журнала «Политпропаганда» прошла во дворе Государственного Эрмитажа. Это была спонтанная и несогласованная акция. Павленский не просто считает себя политическим художником, он настаивает на разделении политического искусства и искусства о политике. Одно дело – сделать политику темой своих работ, продолжая выставлять эти работы в галереях и музеях, внутри критикуемой политической системы. И совсем другое дело – это влезть внутрь этой самой системы и попытаться подорвать её изнутри. Причём её же средствами. Есть политическое искусство и есть искусство о политике, которое работает с внешними атрибутами власти. В его рамках можно что-то коллажировать, смеяться, делать картинки и вешать в галереи. А политическое искусство – это внедрение в саму механику власти, использование её же инструментов, которые оказывают на нас давление, формируют страхи и желания. Страх – это тоже инструмент. Если художник начинает этим заниматься, он должен не проговаривать и не рисовать эти инструменты, а погружаться в них. Власть стремится к объективации человека, к превращению его в предсказуемую функцию. Я же борюсь за субъективацию посредством объективации власти, стремлюсь заставить эти инструменты работать на искусство. На этом я строю акции. И важно, что я-то во время осуществления акции должен сделать самый минимум, а максимум делает потом власть. Все эти – полиция, медики, пожарные, психиатры – именно они и втягиваются в ситуацию и формируют высказывания. А в общем процессе политического искусства большое значение имеет отношение к административным и уголовным делам. Ведь искусство – это прямая работа с областью понимания, боязнь, что на тебя заведут уголовное дело, кстати, тоже инструмент власти, с которым я работаю. Но это не проблема, а начало процесса по утверждению границы формы политического искусства. Инструмент власти – именование, наклеивание ярлыков. Например, в нацистской Германии власть наклеила на целый пласт искусства ярлык «дегенеративное». То, что я делаю, власть пытается назвать преступлением или сумасшествием. Моя задача – не дать ей навязать именование. Некоторые из акций Петра Павленского стали настолько громкими и получили огромный резонанс, что даже те люди, которые не интересуются искусством, узнали об этом художники. Такими акциями, например, была акция «Шов», когда Павленский грубой ниткой зашил себе рот перед Исаакиевским собором в Петербурге. Акция «Туша», когда он голым лежал в коконе из колючей проволоки перед входом в здание законодательного собрания в Санкт-Петербурге. Акция «Фиксация», когда Павленский прибил собственную мошонку гвоздем к брусчатке Красной площади в Москве. Акция «Свобода», групповая акция в поддержку Киевского Майдана. Акция «Оделение», когда он отрезал себе ножом мочку уха в знак протеста против возрождения карательной психиатрии в России. Акция «Угроза», когда он поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. И акция «Освещение», когда он поджег здание Банка Франции. Павленский знает, о чем говорит. После почти каждой акции ему назначают осмотр у психиатров. Сейчас на его счету уже четыре освидетельствования и одна полноценная психиатрическая экспертиза. Впрочем, психиатрия пока не спешит расчехлить свой карательный арсенал. Все, без исключения врачи, признали Павленского психически здоровым, а его акции – вменяемым выражением личной позиции. Сегодня Петр Павленский – это один из немногих современных авторов, чье имя на слуху даже у тех, кто никогда никаким искусством не интересовался. Сегодня Петр Павленский – это один из самых известных художников России. И его искусство продолжает жить даже сегодня. Но это уже совсем другая история. А это была история Петра Павленского до того, как он стал известен. Не забудь подписаться на канал и посмотреть другие мои видео про современное искусство. До встречи в следующем видео. Пока!